Продолжаем наш замечательный курс, в котором... Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс, и вот мы подошли к неделе Главы Пенхаз. На этой неделе читают две главы Матод и Масей. Глава Пенхаз интересна очень многим, в том числе тем, что из него берется Мафтир на Рошходыш, на все праздники, праздники, упомянутые в Торе, потому что именно в ней, вот это впечатление, эти есть и в других местах, вот мы берем отрывки отсюда. Значит, это недельная глава, Пенхаз это уже в конце. Значит, кстати, вот интересный вопрос. А почему бы нам по субботам не читать о жертвоприношениях субботы? Раз мы говорим, что молитва заменяет жертвоприношения, и основой того, что у нас есть дополнительная молитва Мусаф в новомесяче и в празднике, является дополнительной жертвоприношений, которая тоже так называлась, Мусаф, в эти дни в Иерусалимском храме, то там и происходило и в субботу. Был субботний Мусаф, и, соответственно, субботняя молитва Мусаф. Так, ответ таков, что про субботу говорится всего-навсего в двух пасуках, а минимум, который должен читать вызванный в Торе, это три пасука. Если бы не это, то, наверное, было бы постановлено каждую субботу по свитку читать то, что написано о дополнительных жертвоприношениях субботы. Теперь начинается недельная глава с десятого пасука, параграфа номер 25. То есть, по сути, начинается, видно мой курсор, да? Да, по сути, начинается вот оттуда. Все предыдущее, да, все, что идет вот здесь, относится к предыдущей недельной главе. Но поскольку я уже сделал эту работу, и поскольку просто понять материал, это будет важно, давайте мы немножко разберем. Так, дальше я надеюсь, мы дойдем с вами одну минуточку. Я сейчас посмотрю, что я подготовил. Значит, мы пройдем несколько пасуков, а именно с десятого по восемнадцатый из двадцать пятого параграфа перека. Вот, относительно двадцать шестого перека, я приведу только один пример, и разберем мы перек номер двадцать семь. А уже двадцать девятый, они тоже входят в наш недельный раздел. Вот, они, мы их разбирали два года, извините, год, и они в основном говорят именно о жертвоприношениях. Итак, И сидел и распрылся еврейский народ в местечке под названием Шитим. Шитим – это буквально акации. Но, кроме того, комментарий говорит, что созвучно это слово со словом «штут глупость». Тот, кто знает современный еврейский, скажет, что сейчас мы сказали бы «гитхиль». Тот же корень, просто в другом беньяне. Лизнот, эль бнот моав. Слово «лизнот» значит «распутничать», «развратничать». Словарь говорит, что она относится, прежде всего, к женщинам. Низкой социальной ответственности, кажется, так сейчас говорят. Тоже от этого корня называется словом «зона». Интересно, что есть две комментарии относительно использования слова «зона» в Танахе. В первую очередь, относительно женщины по имени Рахав. Что, возможно, здесь используется другой корень, который мы используем в слове «мазон» и «катамазон», то есть «питание», то есть «иша зона» этот комментатор понимает как женщина, которая занимается общественным питанием, то есть содержательница, ну, скажем, постояла во двора или общественной столовой. Вот, ну, как бы то ни было, я спорить не буду, но здесь явно вот этого слова «лизнот», как «знут» – это «развратничать» с дочерьми мало. «Ватикреналаам» и «позвали они». Вот, посмотрите на это слово «ватикренна». Мы видим, что это форма множественного числа третьего лица женского рода, форма, считающаяся архаичной. Мы сейчас вместо нее используем аналогичную форму мужского рода. Но здесь подчеркнуто, да, и видно, что «тикрена» от слова «кара» – призывать, да, приглашать, кто это сделал, это сделали вот эти вот дочери Моава. «Лаам» – народ, то есть евреев. «Ла зивхэй элогейген» – чтобы приносить жертвы, резать жертвы их богам. «Ва йохальгаам ваиштахабу» – и «ел народ и поклонялся ла элогейген» – богам их. Обратите внимание, что слово «элогейген» имеет суффикс женского рода, то есть богам, опять же, этих дамочек. «Ва йи цамед» – «исраэль». Это слово буквально означает «прилепился», «приклеился», «очень сильно приблизился». «Цамуд» – это «тесный». Например, облегающая одежда называется «цамуд», «цамуд» – это, знаете что, это браслет, браслет на руку. И будем переводить «прилепился» – «израэль» – «ле ваальпеор» – это название «идола» – «моавитян» – «вайхар афашем» – «и возгорелся гнев Бога» – «ба Исраэль на евреев» – «вайоме рашэль афшем эль мушэ» – «и сказал Бог Моисею» – «ках этколь рашэйхаам» – «возьми всех глав народа» – «вэхока отамла шэм негеда шэмэш». Буквально «ока»… Давайте посмотрим. Нет, я не это хотел сделать, извините. К сожалению, опять так работает странно наша программа, что она не дает мне управлять демонстрацией экрана, поэтому я буду периодически отвлекаться и переключаться. Так, прошу заранее изменить опять технические неполадки. Значит, вот это вот слово буквально «окия» означает клемить позором, но также означает вешать, распинать. И говорит Раши, он переводит это как второй вариант. «Повесь их», то есть тех людей, которые поклонялись идолу, следует повесить пред солнцем. «Идолопоклонство карается побиением камнями, но после убершления тело вешают на дерево для назидания другим вплоть до захода солнца». Такой закон мы находим. Так, «повесь их к Богу буквально против солнца». И буквально успокоился, да, Гайшив вернулся в прежнее состояние гнев Всевышнего от еврейского народа. И сказал Моисей, буквально судьям народа, «Гиргу иш анашав». Пусть каждый человек убьет людей, а не цмадим, тот же корень, что мы видели вот здесь, тех, которые прилепились, и привел и приблизил к братьям его медьянитянку лейнеймуше пред глазами Моисея, то есть поступил вызывающе нагло, «Ул эйней, коль аддат бней Исраэль» и на глазах всего общества сынов Израэля. «Вэ гэйма бохим» они же плачут пэтах Огэль Моэт во вратах сатрасобрания. «Ваяках ромах», так, извините, «заин». «Ваяр пинхаз бен Эл-Азар бен Агарон Акоген и увидел пинхаз, сына Лазара, сына Агарона Коэна, «Ваякам митох гаэда» и встал посреди сообщества. «Ваяках ромах» – это слово означает «пика», «бейадо в руку его воево Ахар Иш Исраэль» и вошел вслед за человеком-израильчанином Эль-Хакуба. Это место, которое обычно переводят как Альков. «Смысл» – это спальня, это место уединения. Так, извините, я сейчас посмотрю, что нам говорит словарь. Просто сравнить. Так, Куба. Раши объясняет это в женскую половину шатра. Так, что же он сделал? «Ва-и-де-кор» – вот это слово «декер» означает «проткнуть, нанизать». «Эт-шнейхэм» – их двоих. «Эт-иш-Исраэль» в «Эт-а-иша» – мужчину-израильтянина, то есть еврея, и женщину, «Эль-Ха», извините, «Эль-Кабата» – в ее буквально «чрево». Так, это переводится так или не так. «Дакар» – колоть, ранить. Да, так и «чрево». И Раши объясняет и приводит примеры этого слова. Так. Я вот обратил внимание, что вот слово «куба» и слово «кабата», они, в общем-то, очень близки, они похожи. «Ва-те-а-цар» – амагефа, и прекратилась, остановилась эпидемия «Ме-альбне-Исраэль» от сынов Израиля. «Ва-и-и-ю» – амэ-тимба, амагефа, и было умерших в эпидемии «Ар-ба-а-ве-исрим-алиф» – 24 тысячи. А вот здесь начинается наша недельная глава Пенхаз. «Ва-и-да-бэ-рэшем эль-муше лей-мор» – и говорил Бог Моисею, говоря, «Вин-хаз бен-э-лазар бен-Арон-акоэн, вин-хаз сын Элазара, сын Эрона-акоэна, гей-шив отвратил, возвратил, развернул, повернул, «эт-хамати гнев мой ме-альбне-Исраэль» – от сынов Израиля». Ну, обратите внимание, что здесь использовано слово «хама», а здесь «харон-ап». Здесь буквально гнев кипит, а там он просто пылает. «Бэ-кан-о» – слово «кана-куф-нун-алеф» означает «ревновать». «В ревности его», нет, извините, «когда бэ-кан-о», вот что это значит? Это существительное глагольное? Может быть и так. «При ревности эт-кана-ти», «когда ревновал я», это говорит Всевышний, «бэ-то-хам» среди них, «вэ-ло-ки-ли-ти» – это слово с корнем «коль», то есть все, закончить, «кэ-ли-ти», и не закончил я это бне-Исраэль, не прикончил я их совсем, «бэ-ки-н-а-ти», «в ревности моей». «Ла-хэн-э-мор», поэтому скажи, «ген-э-ни-но-тэн-ло» – «эт-брити-шалом». Вот я даю ему мой завет мира. Что это такое? Стоит посмотреть в комментариях. Ну, комментарий, скажем, объясняет, почему до этого Пенхас не считался Коэном, а с этого момента стал считаться. «Вэ-гай-та-ло-у-лазар-о» – «и будет ему-ло-ему» – «у-лазар-о» и его потомство, а харав после него борит кэгунат аулам – «союз священнослужения вечного». «Тахат» – это означает «за то, что в данном случае». «Ашер-кина-лей-ло-гав» – «за то, что возревновал он к богам его». «Вай-хапэр» – «аль-бнэй-исраэль» – «и искупил он сынов Израиля». «Вэ-шэм-иш-исраэль» – «а имя человека, израильтянина, га-му-ке» – буквально «побитого» – имеется в виду убитого. Ашер-гука – это медьянит, который был убит медьянитянкой. «Зимри бен Салу» – звали его Зимри, сын Салу. «Наси бейт-ав» – «князь дома отца ла-шим-а-они в колене шим-она вэ-шэм-га-иша га-му-ка» – «а имя женщины побитой». Вот этот термин из Торы используется израильской полиции. То есть, если женщина приходит в полицию и заявляет о том, что муж избивает ее, ей безоговорочно верят. То есть, муж может попытаться опровергнуть это, но, тем не менее, женщина уже проходит по всем делам, как «иша-му-ка». Женщина избиваемая или избитая. Обратите внимание, что это созвучно русскому слову не «му-ка», а «му-ка». Имя женщины побитой, медианская медианит – «козби-бат-цур», «козби-дочь-цура». Интересно, что слово «козби» созвучно словом «козев», то есть «врать». Рош умот бейт-ав, глава буквально наций, дома отца, ба медиан, гу медиане он. То есть, она была дочерью весьма и весьма уважаемого человека. Продолжаем нашу главу. Слово «церрор» здесь имеет корень «цар», то есть быть врагом, устраивать горечи, устраивать неприятности. Отсюда идишское слово «цорес», «царот». Вот, «церрор» – это быть врагом или стать врагом, но не путайте его со словом «церрор», которое означает буквально связка, как, например, связка ключей. Значит, враждуй с медианами, с медианами, ве-ги-ки-тем и побей их. Натан, продвинь, пожалуйста, текст. Да, да. В каком час после «оке»? Да, к сожалению, мне придется себя напоминать. А в каком ты сейчас… Вот мы здесь находимся. Ну, Тедзайн-то был сверху. Вот мы сейчас будем считать Тедзайн. Ну, окей. А, Тедзайн уже. Тедзайн есть? Еще, еще, еще. Еще немножко. Еще немножко. Можно еще… Так? Не будет Тедзайна. Веги-ки-тем и побей их. Ки-цора-рим-гем, потому что враждебны они, лахэм, к вам. Да. Б-ни-х-лей-гем. Вот давайте посмотрим, посмотрю я вам словарь. Б-ни-к-лей-гем. Да, цорер ненавидеть, притеснять. Б-ни-к-лей-гем переводит своими кознями. Но я, к сожалению, не нашел, откуда это слово вообще взято. Ну, и оставим его. Так, ашер-никлу, вот это вот, тоже самый корень лахэм. Вообще говорят Митнаклин. Аль-двар-пеор-пеор-пеор-пеор-пеор-пеор-пеор. Ну, вообще говорят, у Митнакель. Митнакель в смысле? Он его достает. Митнакель, да. Ну, так вот это тоже нахлекение. Да, да. Они вас доставали этими штуками. Я-то думал, что я хочу вискут. Да, пожалуй, пожалуй. Веаль-двар-козви-бат-наси-мидьян. И по делу козви-дочери князя-мидьянского, ахотам их сестры, амука бейом амагифа, побитой в день эпидемии, аль-двар-пеор по делу пеора. Мы прошли до конца 25-й параграф. Напоминаю, что первые суки и его относились к предыдущей недельной главе. Тем не менее, мы сегодня их рассмотрели. А теперь скажу просто буквально несколько слов по поводу параграфа 26-го. Дело в том, что большую его часть составляют имена. Имена, то есть идет перечисление, пересчет еврейского народа по коленам и по отчим домам. И вот когда первый раз используется вот эта формула, которая потом многократно повторяется, вот что пишет нам Раши. Обращаясь относительно вот этого послуха. Ре-у-вен, Ро-вен, Бехор Исраэль, первенец Израиля. Беней Ро-вен, сыны Ро-вена. Ханох, мишпахат Ага-Ханохи. У сына Ро-вена по имени Ханох от него прошло мишпахат семья Ханохи. Ага-Ханохи. Дальше. Ле-Па-Лу-Мишпахат Ага-Па-Лу-И и так далее. И далее идет перечисление. Значит, обычно назван родоначальник колена. Его сыновья по именам и к каждому имени сказано, что от него семейство такого-то. И вот пишет по этому поводу Параши. Потом я видел это у Рамбана тоже. «Народы надсмехались над евреями, говоря, как же могут они определять свое родославное поколение? Ведь они были рабами бесправными в Египте. Если Митрим имели власть над их телами, неужели они не имели власти над их матерями? То есть все они, получается, в подозрении, а действительно ли они имеют происхождение от еврейских отцов? И вот Всевышний подтвердил это, установив свое имя на каждое из этих семейств. То есть если мы посмотрим на слово «ханох», на имя «ханох» и на слово «ханохи», то есть ханохово семейство, мы увидим, что здесь добавляется буква «х» в начале и буква «ю» в конце. Буква «ю» и «х» две буквы определяют одно из имен Всевышнего. То есть Всевышний сам свидетельствует о том, что происхождение евреев именно от их еврейских предков. И единственным исключением, которое подтверждает правило, является тот еврей, про которого сказано, что он сын еврейки и сын египтянина. Медраж говорит, как это получилось. Тоже в этом нет вины матери. Она была обманута, но тем не менее результат вышел достаточно плачевным. Вот это объяснение, этот комментарий, который действительно имеет отношение к еврейской грамматике, которую я ставлю своей задачей вам рассказать, я выбрал из всей 26 главы. Очень удобно вот такие главы, где идут перечисления имен, использовать тем, кто учится читать на еврейте, поскольку перевод, я имею в виду, конечно, не какой-нибудь синодальный, а кошерный еврейский перевод, приводит более или менее точную транслитерацию этих имен. То есть Ре-Увен, он именно Ре-Увен, а не Рувим. Хан-Нох, он именно Хан-Нох, а не кто-то другой. И тот, кто учится читать, тот, кто тренирует свою память, помнит ли он буквы, читает имя по-еврейски, а потом читает его в русской транслитерации. Замечательно. Натан, двигаемся дальше, переходим к теме недельной параграфа Каф-Заин, то есть 27. Да, спасибо. Да-да-да, вот чтобы весь этот 27-й был на экране. Еще-еще. Вот так, да. Спасибо. 27-й параграф рассказывает историю, сейчас мы это увидим, которая может, в общем-то, тоже считаться отчасти нарративной, то есть идут какие-то действия, идет рассказ о событиях, но имеет она и важное аллогическое значение. Ват-ти-ка-ав-на. Это слово имеет корень куф-рэйш, вэт, что означает приближать, приблизиться, да, и стоит оно в форме третьего лица множественного числа женского рода. И приблизились, только что я показывал вам такую форму в начале нашего урока. вот это здесь подчеркнуто, что речь идет именно о женщинах. Бноф слов хад, дочери слов хада. В предыдущей голове, которую мы пропустили, да, рассказывается, кто они такие, дается их родословное, да, значит, у их отца по имени слов хад было пятеро дочерей и ни одного сына еврейской части. Вот этот слов хад бен хефер сын хефера, бен гилад сына гилада, бен махир сына махира, бен минаше сына минаше, ла мишпахот минаше из семейств минашаных, бен Йосеф минаше, сам родоначальник колена, но был он сыном Йосефа, вээлэ шмод мнотав, и вот имена дочерей его, махла ноа в хагла, у милка в пирца. Несколько раз перечисляются они. Первый раз мы пропустили вот в предыдущей неделе главе. Здесь снова и еще один раз мы встретимся с ними, не знаю, будем ли мы это разбирать, как бы дается закон, являющийся продолжением закона, который мы сейчас увидим. И имена их даются то в одной последовательности, то в другой, и комментатор говорит, что были они в одинаковой степени праведны, вот поэтому никого из них не ставят на первый план. Так вот, эти пятеро дочерей, вата модна корень айн мем далят, и встали лифные муше пред Моисеем, вэ лифные Элазар Гакуген и перед Элазаром Коэном, вэ лифные Га Несияим и перед князьями, веколь гаеда и всем собранием, Петах Оэль-Моэд, при входе шатер собрания, Лэймор, говоря, «Авину наш отец Медва Медвар, умер в пустыне». Вегу логая бетох гаеда га-но адим аль-Гашем. Вегу логая, и он не был бетох гаеда среди, собрания среди, группы, га-но адим, советующихся, то есть собравшихся, аль-Гашем, против в данном случае, то есть буквально на Бога, ба-адат корех, ада, значит, в компании короха, ки бе-хат-о-мет, ибо за грех его умер. У ваним логаюло, а сыновей не было у него, напоминаю вам, что речь идет о разделе всей территории земли Израиля между коленами, и вот она пропорциональна численности именно мужчин. А если мужчин не было у слов хада, соответственно, та доля, которая могла бы ему причитаться, что уже не достается никому. Так вот, отец наш не участвовал в грехе короха, говорят его дочери, за что же будем мы наказаны? Сейчас мы увидим это. Почему будет стерто, будет истреблено имя отца нашего? Митох миш пахто из семейства его. Ки эйн лобен, ибо нет у него сына. Тена лану дай нам ахуза. Слово ахуза, от которого в современном, в современном говорите слово ахуз процент, означает доля, бе тох ахей авину, среди братьев отца нашего. Ва як рев мошэ, эт миш патан лиф нэшем. И приблизил Моисей их судебное дело. Слово миш пат означает и фраза предложения, и суд. Бейт миш пат, суд. Лиф нэшем, перед Богом. Кстати, прошу вашего участия во вторник на ближайшей неделе у меня... Я должен участвовать в суде, и мне очень нужны ваши молитвы. В 14.00 во вторник. Пожалуйста, помените меня добром. Надеюсь, что есть за что. Так, пред Бог год, так мне напоминает недельная глава. Так, сейчас одну секунду, я все же посмотрю, все же посмотрю. Так ли, как я перевел, говорит словарь. Ахуза, да, значит, гора. Уменьшать, вычитать. То есть, почему доля нашего отца будет вычтена. Ахуза, владение. Есть выражение ахузат олам, вечное владение, что значит вечное? Человек не вечен. Имеется в виду, что он передает его по наследству. Оно не может быть оспорено. Так, продолжаем разговор. Интересно, интересно, что сегодня в современном иврите с одной стороны ахуза, это, ну, больше всего, по-моему, то, что по-русски как бы называлось поместье, но то, что сегодня в современном иврите звучит, ну, вот, скажем, те поселения поселенцев в Иуде в Иуде и Самарии, которые официально-официально не разрешены, вот, они называются махазим. Махазим, я думаю, что от слова, да, или махаз. Махаз это то, что удерживается. Там, слушайте, как бы удерживается, но если не силы, то он очень присутствует. Такая идея. Лейхоз. Охаз это держаться на что-то. Ну, да, с одной стороны держаться, с другой стороны звучит как хозе тоже. Понимаешь, хозе это договор. Тут как бы именно хозе на самом деле нету, но, может быть, хозе это тоже как бы хазака. Хозе дает тебе хазака на махаз. Ну, вот такая цепочка. Ну, трудно сказать, но термин красивый. Ну, а с другой стороны? Спасибо. Хозе Мдина, который, как известно, был Эрцель, хозе Мдина, то есть предвидец государства. Он не Нави называет, а хозе. Хозе дам. Да, да, да. Часть его программы как хозо и как хозон. Хозон это видение, да? Это были по-видимому махазием, махазием. Ну, что на этом можно сказать? Мэя ахуза, стопроцентно. Мэя ахуз, да. Дай бог. Я пытался обыграть еще это слово в стихотворении, посвященном моему коллеге по имени Хосе. Ну, кстати говоря, вот слово хозе в отношении применения к человеку, значит, именно провидец. Хозе Менугрина, и, например, хозон овак. Да. Да. И, наверное, есть разница. Есть, наверное, концептуальная разница. Так, посук Вав. Есть, наверное, концептуальная разница между Нави, между тот, который пророк. Нави, наверное, все-таки связана со словом Ленабот, Ленаби, то есть он выговаривает то, что как бы он кли для того, чтобы выговаривать божественное слово. А хозе, хозе, связан, наверное, не с речевым инструментом, а то, что он видит глазами то, что ему показывают. Вот, наверное, такая штука. Махозе, например, в современном иврите вы знаете, да? Махозе, Махозе, это спектакль. И точно так же, как Хизайон. Например, Хизайон Орколи это, ну, не знаю, мультимедийное представление, да и свето-представление, грубо говоря, из переводителя. В общем, это богатое слово, скажем так. в любопытном. Верно, верно. И неоднозначное даже. Так, и говорил бог Моисею. Таки да, дочери слов Хада, правду, истину, речете. Кен, буквально это да. То есть, правильно они говорят на тон титен. Здесь мы видим использование корня, двойное, на тон. Здесь проявляется первая буква нун, а в форме титен она выпадает. Ну, это вот именно та форма, которую мы теперь используем, титен, потому что в Танахе иногда используются и другие архаичные формы, по-моему, как раз неделю назад мы такое видели. Но повторение это как обычно означает только усиление. Таки даш, ты, таки ты должен дать лагем им ахузат нахала, то есть долю в земельном владении бетох ахей ави гем среди братьев их отца. Интересно, что здесь использована суффикс мужского рода лагем и ави гем, хотя речь идет о дочерях, но такое, в принципе, допустимо. Веге варта эт нахалат ави ген и переведешь наследие, да, земельный надел отца их здесь вот правильно, суффикс женского рода ави ген ла ген для них. Как же так? Ведь если, скажем, у отца есть двое сыновей и двое дочерей, то весь его земельный надел делится между двумя сыновьями, а дочери не получают ничего. Но вот это конкретное исключение, да, строится, вот на этом отрывке строится особый закон. Ве эльбне Исраэль а сыновьям Израиля тадабер леймор говори к ним следующее Ишки Ямут Человек, если умрет у Вейн Эйнло и нет у него сына в Гаа Варта Эт Нахалото Левито Переведите его земельный надел дочери его в Им Эйнло Бат А если нет у него дочери У Нататэм Эт Нахалото Ле Эхав то дадите вы его земельный надел передадите его братьям Вейн Эйнло Ахим Если нет у него братьев У Нататэм Эт Нахалото Передадите его земельный надел Ла Ахей Ави братьям отца его Вейн Эйн Ахим Ла Ави Если нет братьям У Нататэм У Нататэм Эт Нахалото Передадите его земельный надел Ли Ш Э Ро То есть тот кто остался у него Ниш Ар Ха Коров Элав Ближний к нему Мимиш Пахто Из семьи его Ва Я Раш И он унаследует Яруша Это наследство Ота Ее Ахуза земельный надел Вегай Тали Вне Исраиле Будет Сынам Израиля Ла Хукат Мишпат Хок Это Закон Мишпат Это тоже закон Но Хок Это закон Не требующий рационального обоснования Кашер Цива Ашем Эт Мушек Как Приказал Бог Моисею Что Дальше Произошло С Летим Целав Хада Я думаю На следующих Уроках Мы К этому Подойдем Если Год Назад Мы Это Еще Не Смотрели Ну Я Надеюсь Вас Заинтриговал И Сказал Бог Моисею Поднимись Это Императив Нагору Эварим Хазе Эту Ур Э Эт Гаарец И Увидь Посмотри Землю Ашер Натати Которую Едал Ливне Исраэль Синам Израэля Ве Раита Ота И Увидишь Ее Вне Эссав Там И Приобщишься От слова Ассав Прибавлять Эль Амеха Гам Ата К народу Твоему Так же И ты Кашер Нэссав Как Приобщился Аарон Ахиха Аарон Брат твой Кашер Маритем Как Огорчали Или Значит Это слово Созвучно Слову Меред Имеет Близкое Значение Не Подчиниться Не Послушаться Маритем Пи То есть Буквально Уста Мои То есть То что Сказал Я Говорю Всевышний Бамид Барцин Мусты Ницин Бимариват Га Эда Когда Была Мерива Сора Общество Ле Гак Ди Шени Чтобы Осветить Меня Ба Майим Водою Ле На глазах Их Это Известная История Мей Мерива Это Воды Меривы Соры Раздора Кадеш Мериват Кадеш Мид Бар Цин В пусты В пустыне Цин Моисей Богу Говоря Пусть Назначит Бог Всевышний Духов Лехоль Басар Всякой Плоти Вот Таким Эпитетом Моисей Назовет Вот здесь Аль Так Переводим Текст Мы прочитали Эту страницу Матан Я думаю До конца У нас Последний Экран Остался Так Аль Гайда Про Собрание Ашер Еце Лифней Эм Которые Вышли Пред вами В Ашер Его Лифней Который Выйдет Перед вами То есть Пойдет Перед вами В Ашер Его Лифней Эм И который Будет Идти Перед вами Имеется Ввиду Будет Вести Вас В Ашер Йо Ци Эм И который Выведет Вас В Ашер Яви Эм И который Приведет Вас Велот Ие Адат Ашем И не Будет Общества Бога Ка Цон Ашер Эйн Лахем Роэ Как Скот Как Стадо Цон Это обычно Овцы Овцы Или козы Которые Нет у них Пастуха Слова Роэ Через Айн Это Пастух Пасты Есть Имя Такое Более Менее Современное Мужское Рои Это Пастух Мой Оно Взято Из Тхилим Гошем Рои Лахсар И сказал Бог Моисею Ках Леха Возьми Себе Эт Яушо Бин Нун Возьми Себе Яушо На Сына Нуна Иш Ашер Руах Бо Человека В котором Дух В нем Весамах Та Эт Ядха И буквально Абапри Руку Твою Алав То есть Возложи Руку На него Рукоположение Вга Амад Та Ото И поставь Его Лифней Эл Азар Акоен Пред Койном Эл Азаром Ве Лифней Коль Аэда И перед Сем Собранием Вец Вита Ото И Прикажи Ему Накажи Ему Лэй Ней Гем Пред Глазами Их Ун Тата Мэ Год Ха И возьму И дам Я От Величия Твоего Алав На него Лэма Ан Ишми У Для того Чтобы Слушали Коль Адад Бне Исраэль Все Общество Сынов Израиля Чтобы Слушались Его Велеф Ней Эл Азар Ако Хэн Я Амод И пред Коэном Эл Азаром Стоять Он Будет И будет Спрашивать Его О Законе Ха Урим Лиф Ней Шем Урим Это Особый Инструмент Урим И Тумим Коэном Находились В Нагруднике Коэна Сначала Арона Впоследствии Эл Азара И так Далее С помощью Которых Можно Было Задавать Вопросы К Всевышнему И получать Особым Образом Ответ Аль Пи Аль Пив Ец У По У Там Его Будут Выходить И по Устам Его Будут Ити Он И все Сыновья Израиля С ним Вместе И все Общество И Делал Моисей Кашер Цива Шем Ото Как Велел Ему Бог И Поставил Его Перед Коэном Эл Азаром И Перед Всем У нас Осталось 10 минут Которые Я надеюсь Мы Посвятим Разбору Второго Благословения Биркат Амазон Натан Это 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 файл Который Я присылал Наверное На прошлое Занятие Он Сохранился у тебя Да Сейчас я Посмотрю Алло Да Сейчас Посмотрю Да Да Подождем Пока Я расскажу Немножко Про Биркат Благословение За Пищу Благословение После еды Это молитва Которую Еврей Говорит После Трапезы Что такое Трапеза Это Прием Пищи С хлебом Если Человек Ел Не с хлебом А С Печеньками С С Сладкими Булочками С пирожками Вот То есть Мучные Изделия Которые Не являются Хлебом Да То Читается Небиркат Занудая Молитва Сейчас Мы Не будем Разбирать Какая А Что Такое Хлеб Я Скажу Буквально Несколько О том Какое Определение Хлебу Мне Удалось Ставить Сразу Что Будут Что Если Вы будете Искать Вы найдете И другие Определения Вот Но Определение По крайней Мере Вот Никто Не возражал Значит Хлеб Во-первых Он Делает Из Зерна Точнее Из Муки Из Муки Которая Сделана Из Зерна Пяти Видов Эти Видов Упомянуты В Книге Дворим Восьмая Восьмой Параграф Восьмых Среди 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 Семи Видов Растений Которыми Славится Зерна Среди Семи Видов Есть Пять Фруктов И Два Злака А Именно Хита И Саура Хита Саура Это Ячмень Как Разновидность Пшеницы Называется Рож Полба Полба Это По сути Дикая Пшеница И Как Разновидность Ячменя Называется Вот Из Этих Злаков Можно Испечь Хлеб И Можно Испечь Мацу Что Значит Можно Испечь Хлеб При Благополучном Стечении Обстоятельств Мука Замешанная Ставленная В покое В теплом Месте Начинается Идет Процесс Брожения Я Не думаю Что Имеет Смысл Ставить Эксперимент Сейчас Мука Делается Из зерна Которое Специально Обрабатывается Спас Перед Хранением В элеваторах Поэтому Без дрожжей Может Процесс Не пойти Но Идея Это Так Обратите Внимание Что И Маца Которая Не должна Войти Да Она Ее Можно Изготовить Только Из Вот Этих Видов Злаков Она Может Она Могла Б Взойти Но Мы Бережем Ее Чтобы Этого Не Произошло Теперь Если Человек В течение Трапезы Съедает Достаточное Количество Хлеба За Определенное Время Считается Что Это Уже Сеуда Трапеза С хлебом Я Не На Определение Сколько Именно хлеба Он должен Сесть И за Какое Время Я скажу Вам Что Просто Вот Здесь Оговаривается Это Что Если Человек Например Ест Салат В Который Он Покрошил Мелкие Сухарики Или Он Ест Хлеб Потому Что Слишком Соленая Телетка Чтобы Чем То Заедать То Хлеб Не Является Основой Пищи Итак Вот Что Такое Трапеза Значит Есть Фраза На Основании Которой Мы Понимаем Что Когда Человек Ест С хлебом Он Должен Поблагодарить Всевышнего Мы Говорили В прошлый раз Две Недели Назад Кажется Первое Благословение И Если Человек Прочитал Первое Благословение То В принципе Он Исполнил Уже Свою Обязанность Я Не Говорю Вам Что Он Имеет Прочитать Только Первое Потому Что Гокат Амазон Хочет Четыре Благословения И еще Дополнение Но Первое Благословение В принципе Он Уже Постфактум Вышнего Мы Теперь Рассматриваем Второе Благословение Напоминаю Вам Давай Двигай Дальше Там У нас Есть Следующий Текст После Словаря Идет Текст Второго Благословения Напоминаю Вам Благословение Это Нетитекст Который Включает В себя Фразу Барух Аташи Благословенты Всевышний Еще Немножко Дальше В первом Благословении Есть Она В начале Есть Она В конце Второе Благословение Начинается Барух Аташи Поскольку Если Благословения Идут Друг за Другом То Могут Последователь Не Включать Эту Формулу Как В общем Есть Например Шмон Асре Но В конце Мы Увидим С вами Эти Слова Итак Вот Это Благословение Сейчас Мы Начнем Разбирать Будущее Время Множественного Числа Первого Леца Мы Будем Благодарить Тебя Вышний Бог Наш Это Слово На Вовладение Что Дал Вовладение Ты Нашим Отцам Ла Абутей Землю Дальше Дутри Эпитета Хемда Това Урхава Слова Хемда Желанная Това Вы знаете Хорошая Рехава Широкая То есть Землю Желанную Хорошую Широкую Так Вот за это Мы благодарим За то Что он дал В наследии Нашим Отцам Что вывел Нас Го ци Это Корень Я ца Юн ЦАТИ АЛЕФ В БЕНЬЯНЕ ГИФ ИЛЬ Я ца Вышел Го ци ВЫЛ Благословение Которое Говорим Мы Перед Едой ГАММОЦИ ЛЕХАМИНГААЭЦ Оно Использует Тот же Корень В том же БЕНЬЯНЕ Но В настоящем Времени А МОЦИ Это Тот ВУДИТ А ГОЦИ Это ВЫЛ ГОЦИ ТАНУ Что вывел Нас ГАШЕМ БЛАКЕЙНУ ШТИ ВЫШНИ БОХ НАС Наш МЭЭРЭЦ СМИЦРАЯМ Из земли Египетской ОФЕДИТАНУ МЫБЕЙТ Здесь корень ПАДА ПЕЙ ДАЛЕТ ГЕЙ КОТОРЫЙ МЕНЯЕТСЯ НА ТАВ ПАДИТА ЧТО ИСКУПИЛ Нас Из ДОМА РАБСТВА ВЫАЛЬ БРИТХА ИЗА СОЮСТВУЙ ШЕ ХАТАМ ТА БИВСАРЭЙНУ ХАТАМ Это ПЕЧАТЬ ЧТО ЗАПЕЧАТАЛ БИВСАРЭЙНУ БАСАР Это МЯСО ПЛОТЬ НА ПЛОТИ Нашей ЗАДАВАЙТЕСЬ ВЫАЛЬ УЧЕНИЕ ТВАЁ ЗАТОРУ ТВАЮ ШЕ ЛИМАД ТАНУ ШЕ ЛИМАД ТАУТ ТАНУ ШТО ТЫ НАУЧИЛ КОТОРЫЙ ТЫ АБУЧИЛ НАС ЛОМЕД Это ИзучАТЬ ЛИМЕД Это УЧАТЬ ВЫАЛЬ ХУКЕХА ШЕГОДА ТАНУ ИЗА ЗАКОНЫ ТВОИ СЛОВА ХОК Это ЗАКОН ЗАКОН МОЖЕН ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ШЕ ГОДА ТАНУ ШТО ДАЛ ТЫ ЗНАТЬ От корня ЯДА ЯДА Это ЗНАЛ ГОДИА Это ДАЛ ЗНАТЬ ШТО ДАЛ ТЫ ЗНАТЬ Нам ВЫАЛ ХАИМ ИЗАЖИМ ХЕН ВАХЭСЭД СИМПАТИЮ И МИЛОСТЬ ШЕ ХОНАН ТАНУ ХОНЕН Это ЗНАЧИТ ДАТЬ ЧТО Из МИЛОСЕРДИЯ ХОНЕН ХОНЕН АДАЛ ЧТО ДАЛ ТЫ Нам То есть ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ КОГДА ЧЕЕК МОЖЕН БЫТЬ В НАШИХ ГЛАЗАХ И НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ СНИСХОЖЕНИЯ Всевышней МИЛОСЕРДИЯ К НЕМУ ВЫАЛ АХИЛАТ МАЗОН ИЗА ПОЕДАНИЕ ПИЩИ ШИАТА ЗАН КОТОРУЮ ТЫ СНАБЖАЕШЬ КОТОРУЮ ТЫ ДАЁШ УМЕФАРНЕС И ДАЁШ ПРОПИТАНИЕ ОТАНУ НАМ И И КОРМИШ НАС ТАМИД Всегда БЕХОЛЬ ЙОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ УВЫХОЛЬ АЙТ И В КАЖДЕЕ ВРЕМЯ СЛОВО ЭТ КАК ЗМАН УВЫХОЛЬ ШАА Ибо ВСЯКИЙ ЧАС Вот мы прочитали Второе благословение Начало Дальше идет Вставка Вставка, которую читают На праздники Хагим МИДЕ РАБАНАН А именно Ханука и Пурим Первые две строчки Читают И в Хануку и Пурим Дальше идет Отрывок на Хануку Дальше идет Отрывок на Пурим Сейчас мы их Разбирать не будем Может быть Когда подойдут Эти праздники Но Второе благословение Продолжается И на следующем занятии Дворье Пурим Я надеюсь В конце Если время позволит Мы продолжим Чтение этого благословения Итак В те дни Которые не являются Хануку и Пурим Сразу после Этих слов Идет продолжение Второй брахи ВЭАЛЬ ГАКОЛЬ Которое мы с вами В будущем Я надеюсь Рассмотрим Я заканчиваю на сегодня Большое спасибо вам всем Приходите еще